638 день войны. Первый снег выпал в окопы, и российские мобилизованные начали жаловаться на тяжелейшие условия, отсутствие экипировки и наплевательское отношение командования. Стратком ВСУ подтвердил удары по российской 810-й бригаде и большое количество погибших среди российских военных. Рамштайн прошел в очередной раз. На нем присутствовал главком ВСУ Валерий Залужный. Вместе со странами-партнерами Украины были обсуждены дальнейшие шаги, тактика и что будет на поле боя происходить в ближайшее время. А также была достигнута договоренность по альянсу наземного ПВО. Подробности в сегодняшней не сводке, а во всем, что происходит на линии фронта и за ее пределами в ближайшие несколько десятков минут смотрите до конца, чтобы понимать, что сейчас происходит. А также ставьте ваши лайки, пишите комментарии и главное подписывайтесь на канал. Это фактор, который более всего влияет на продвижение видео. Также не забывайте поддерживать канал финансово. Ссылка в описании на патреон. Там уже доступен стрим, который прошел на этой неделе для патронов. Итак, давайте с вами начинать. Несколько загадочным остается удар ВСУ по российским военным. Как вы помните, вчера довольно активно обсуждался прилет в ДК, где, собственно, артистка выступала для российских военных на день артиллерии 19 ноября. И поскольку об этом мероприятии было сообщено заранее, и поскольку оно находится не так уж и далеко от линии фронта, концерт посетили хаймерсы, убив большое количество российских военнослужащих. Ну вот что интересно. Первым, кто в принципе сообщил об этом, был Мадяр. Это такой украинский военнослужащий. Однако, если присмотреться к его сообщению повнимательнее, то ничто на нем не указывает, что речь идет именно об этом концерте. Более того, он говорит, что удар пришелся по награждению. То есть там награждали бойцов. Поэтому, возможно, Мадяр вообще говорит о совершенно другом эпизоде. Это, например, утверждает телеграм-канал Шрайк Ньюз. Вот что он написал. Вчера под конец дня два события смешались в одно. Давайте разделим. Кумачево, Донецкая область. Перелет в местный ДК, где проходил концерт для российских солдат. Видео из зала завирусилось. А также, пишет он, был удар по новой Каховке, Крынки, 25,02, 103 и засекреченные потери командного состава в российской 810-й бригаде, о чем сообщил Мадяр. Удар по 810-й бригаде был 19 ноября во время награждения в честь дня ракетных войск и артиллерии. Концерт в Кумачево был в тот же или примерно в тот же день, из-за чего все и запуталось, пишет этот телеграм-канал. И, с одной стороны, это бы объяснило феномен 810-й бригады. Потому что, действительно, чего делать в 810-й бригаде в Донецкой области, не совсем понятно. Она действует именно на херсонском направлении. И то, что она была убита вот там, это звучит логичнее. Однако, все еще есть вопросы. Ну, например, а почему вообще 810-ю бригаду награждают в День артиллерии? Это не артиллеристы. Это морпехи. Вот, поэтому вопросы все еще остаются. Но Мадяр справедливо заметил, что надо следить за некрологами, и мы будем обязательно за ними следить. Если было, что называется, два удара по цене одного, то, собственно, мы это только приветствуем. Стратком ВСУ, в свою очередь, подтвердил удар. Однако, там тоже есть нюансы. Дело в том, что они в своих данных опираются на российские источники. 21 ноября 2023 года, написал Стратком накануне, ряд источников оккупантов с грустью сообщил своей аудитории, что в Донецкой области был поражен клуб неподалеку от Старобешева Донецкой области. Кроме десятков бойцов 810-й бригады страны оккупанта, праздновавших там День ракетных войск и артиллерии, погибла также российская певица и танцовщица Полина Меньших, прибывшая туда их развлекать. Непонятно, Стратком полностью ориентируется на российские сообщения, которые в том числе с точки зрения количества потерь ориентировались на постмадера, или еще использует какую-то информацию, которая не является общедоступной. Поэтому пока, видите, все это обрастает большим флером загадочности, но только в лучшую сторону, что называется, потому что удар по вот этому ДК – это стопроцентно случившийся удар, там стопроцентно есть российские потери среди военных, ну, естественно, это удар по военной цели, однако, возможно, был еще один удар с большими потерями. Но никто не постил фотографии или видеозаписей с этого, и даже те военкоры, которые занимаются херсонским направлением, ну, в Херсонской области, в этих крынках, ничего такого не сообщал. В общем, будем ждать обновления информации. В свою очередь, в СССР продолжают атаки по российским заводам, которые производят для российской армии необходимые компоненты и прочее. Так, например, по Брянскому заводу продолжаются атаки беспилотников. На территории Брянского химического завода, производящего взрывчатые вещества, в очередной раз упал беспилотник, пишет Астра. Атака на Брянский химический завод имени 50-летия СССР в городе Сельцо совершена утром 21 ноября, выяснила Астра. Беспилотник упал рядом с одним из цехов и взорвался. Брянский химический завод имени 50-летия СССР входит в концерт «Техмаш» с корпорацией «Ростех». Концерт «Техмаш» специализируется в области разработки серийных поставок боеприпасов. 13 октября этот же завод атаковали два БПЛА. Тогда повреждение получила крыша и вентиляционная камера производственного помещения. 14 ноября на завод была совершена еще одна атака. БПЛА упал и пробил крышу стоящего цеха, сообщала Астра. Поэтому можно сделать вывод, что ВСУ планомерно продолжают наносить атаки по российским заводам. И опять же, есть такая большая дискуссия, насколько эти атаки эффективны. Ну, то есть, можно ли вывести из строя завод одним небольшим БПЛА. С одной стороны, конечно, нет. То есть, полностью уничтожить его невозможно. Однако, вообще вероятность прилета беспилотников заставляет менять протоколы работы внутри таких предприятий. И, соответственно, постоянно на это оглядываться, что, возможно, замедляет их деятельность. В любом случае, если вы имеете отношение конкретно этому заводу или любому другому, и вообще у вас есть информация о российской оборонке, вы являетесь сотрудником российской оборонки, пишите мне в Телеграме в личные сообщения. Ну, или можете анонимно писать, описывать ситуацию в комментариях под этим роликом. Но будьте готовы, если вы пишете мне лично, что я попрошу у вас пруфов, потому что те источники, с которыми я взаимодействую, проходят одну и ту же процедуру, в рамках которой я прошу подтвердить на 100%, что они действительно те, за кого себя выдают. Некоторое количество таких источников у меня есть, и спасибо им большое. Они информируют меня о реальном положении дел в некоторых отраслях. Я на это обычно не ссылаюсь ни в сводках, ни в отдельных видео, потому что информация из источников это такое. Более того, какая-то конкретизация может набредить самим источникам. Но помимо российских заводов, удары приходятся и по пропагандистам. Так, например, вчера довольно активно, в том числе российская Минобороны сообщала, что в ВСУ ударили по журналистам и прочее, и вот, значит, корреспондент «России-24» Борис Максудов скончался. Об этом сообщил Владимир Соловьев. После обстрела Максудов был оперативно доставлен в военный госпиталь, и сообщалось, что его жизни ничего не угрожало. Погибший работал в зоне, они это называют, спецоперации, да, с самого его начала. Последняя командировка продлилась около месяца, действительно, уж последняя. Чтобы вы понимали, насколько прицельно ВСУ бьют по журналистам, вот вам фотография этого Максудова. Попробуйте понять, что это журналист. Ну, то есть, он в бронике, он в шлеме, нигде не написана пресса, да, то есть, каким образом вообще там наводчик должен понять, что это журналист, непонятно. Более того, если журналист не носит отличительные знаки и перемещается вместе с военными, например, в одной машине, на одном транспортном средстве или на броне, то все, международное гуманитарное право уже никак не классифицирует его как журналиста, потому что он сам нарушил все вообще правила, которые существуют. Не говоря уже о том, что, в принципе, когда мы рассказываем про то, что вот эти российские журналисты, я беру это слово в кавычки, мы забываем, что они вообще-то активно в том числе принимают участие в боевых действиях, привозят необходимое оборудование, а иногда и своими руками заряжают град, например. Как мы это видели в одном из репортажей коллеги как раз Максудова по России-24. Ну, естественно, когда те, кто называют себя журналистами, принимают участие в боевых действиях, этот статус с них тут же снимается, и они становятся комбатантами и легитимными целями. Поэтому, собственно, когда вы в очередной раз услышите вой про несчастных российских журналистов, вспоминайте, что, во-первых, они не соблюдают никакие меры, которые вообще-то и разработаны для того, чтобы не наносились удары по представителям прессы, не говоря уже о том, что в России нет никакой прессы, как бы, по крайней мере, с военной стороны российской. Это все исключительно пропагандисты, которые работают по заданию Минобороны, ничего не освещают, в смысле, реальность не освещают. И мы тысячи подтверждений этому постоянно видим. Но вот в любом случае одним из пропагандистов стало меньше, и я надеюсь, что другие пропагандисты учтут этот опыт и не будут соваться на территорию проведения военных действий. Также вообще благодатна была и есть эта неделя на наводчиков всевозможных, помните, наверное, помощника губернатора Орловской области Клычкова, ну, того, который привез на позиции, значит, типа, воду и все такое, и тем самым раскрыл эти позиции, по ним наносился потом удар. Так вот, этот замечательный человек не останавливается. Лежнев продолжает делиться фотографиями российских позиций, за что мы все должны сказать ему большое спасибо, респект, классный мужик, надеюсь, все советники губернаторов будут такие. На это обращает внимание телеграм-канал Тройка. Чудовищная история продолжается, пишет он. Доставка никому ненужных овощей и воды вскрывает точки передачи склады и лица военных. Противник, как это так, он даже мечтать не мог, но ему на помощь пришел губернатор Клычков и его шестерка советник Лежнев, на совести которого уже ни одна смерть и ранение от обстрелов. Чего ждет военная полиция и органы на местах? Новых смертей или самосуда от потерявших боевых товарищей? В общем, собственно, Лежнев, большое спасибо, низкий поклон, продолжайте в том же духе. Вообще сейчас опять ситуация на фронте несколько поменялась с точки зрения погоды. Собственно, там уже становится прохладно, ну как прохладно, я бы даже сказал холодно. Собственно, выпал уже снег. И мобилизованные российские пишут, что страдают от морозов и мышей. Земляки шлют им уголь, борсучий жир и валенки, пишет телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на родственников. Сообщения о проблемах мобилизованных, которые спустя год не отпускают даже в отпуск, все чаще появляются в чатах их родственников и комментариях под постами губернаторов. Можем объяснить. Изучил жалобы и поговорил с некоторыми из родственниц. Самарские мобилизованные пишут волонтерам в надежде получить перчатки, теплые носки, термобелье и обогреватели. Нас осталось всего 13 человек, пишут они. Сидим в окопах мерзнем. Обращается к волонтерам один из мобилизованных 85-й бригады. Родственники передают посылки с зимней одеждой через волонтеров, но часто груз не доходит до адресата. Волонтеры вернулись и сказали, что передали все командиру роты. Прошла неделя, никто никому ничего не передавал, пишет сестра военнослужащего военной части 122-66. В Приморье родственники жалуются губернатору на отсутствие обеспечения бойцов бензином. Топливо для генераторов солдаты вынуждены покупать за свой счет. Муж говорит, что они на свои сбережения покупают бензин для генераторов и отводят ребятам на передовую, чтобы у них там свет был. Рассказала «Можем объяснить» супруга одного из приморских мобилизованных. Сестра другого подтвердила телеграм-канала «Можем объяснить», что мужчины на передовой скидываются на бензин для отопления. Об отправке по просьбам мобилизованных угля отчитался магаданский губернатор. Ну а что с медициной? Ведь так любят хвалиться. Ах, мой любимый вообще мем – это обучение белорусских военных медицинскими подразделениями Вагнера, или как это правильно называется, потому что Вагнер – одно из самых худших в этом смысле вообще было подразделений. Ну потому что у них на каждых двух раненых один погибший. Это вообще худший показатель в мире. Вот, поэтому чему-то могут обучить, значит, те, кто занимался медициной в Вагнере, не очень понятно. Тем не менее, что с медициной мобилизованных? В качестве противопроступных близкие мобилизованных отправляют в зону СВО борсучий жир, а также дают советы, как справиться в окопах с нашествием мышей. Среди советов такой. Нужно кусочек валенка, войлотка поджечь, он будет леть, они этот запах не любят. Планируют искать старые валенки и отправить через волонтеров, пишут родственники Самарской группе. Вообще история с обеспечением российской армии и российских мобилизованных, надо сказать, не особо поменялась за два года. Помните, как мы в начале вторжения рассказывали, что нет печек, например, в палатках, и даже по спутниковым снимкам это видно. И из-за того, что многие перестали об этом говорить и писать, часть людей считает, что ситуация исправилась. Что, значит, как-то прислали военным и печки, и форму, да, потому что, помните, как Гурулев рассказывал, или Соболев это, по-моему, был, что полтора миллиона вообще формы зимней пропал со складов. И многим кажется, что проблема решилась, все хорошо. На самом деле это не так. Просто всех, кто о этих проблемах рассказывал, им сказали не рассказывать. А у самих солдат ничего лучше не стало. То есть, с формой все такая же проблема, с оснащением все такая же проблема и прочее. Это, конечно, хорошо, потому что чем меньше у них возможности для сохранения себя, тем меньше возможности воевать, тем слабее российские вооруженные силы, и тем меньше они убьют людей в другой стране. Тем не менее, это важно тоже понимать, если вдруг вы задумываетесь о том, чтобы присоединиться к российской армии, или о том, в каких условиях она находится. То есть, сейчас много идет обсуждений того, есть ли стратегический тупик в войне, нет. И почему-то вообще многие полагают, что ситуация для Украины плохая, исходя из того, что Украина не идет вперед. Но российская армия тоже не идет вперед. Даже той же Авдеевке, где огромное количество войск задействовано для этого штурма, существенных успехов пока добиться не удалось. Авдеевка не окружена в данный момент, ни снабжение не перерезано. И, собственно, Россия продолжает терять огромное количество военных при ее штурме. Просто спустя два года, ну почти два года, да, многие привыкли к тому, что Россия использует солдат как пушечное мясо, что эти мобилизованные постоянно жалуются, что их ситуация никак не меняется, и воспринимают это как данность. И это, наверное, не очень хорошо, потому что надо об этом постоянно напоминать. И проблемы в российских войсках только ширятся. Да, проблемы в целом, ну когда есть две воюющие стороны, да, у каждой из них проблемы расширяются. Но вот эти проблемы, которые расширяются у российской стороны, они довольно серьезны. И, к сожалению, многие делают неправильный вывод. Многие такие, если за два года Россия не проиграла, Россия, которая больше, у которой больше было техники, и остается больше техники, авиация, флот, дальнобойные ракеты, и вот она за два года не проиграла, значит, она победит. Почему? Ну то есть она за два года не победила. Позиции ее стали намного хуже, чем даже в начале вторжения. Поэтому, ну, довольно странно видеть эти рассуждения, особенно от каких-то маститых военных аналитиков, хотя они таким обычно и не занимаются. Они скорее оценивают, какие есть проблемы здесь сейчас, и как их надо решить. Давайте еще чуть поговорим про российских военнослужащих, чтобы, опять же, во-первых, отбить желание у любого человека, которому приходит в голову идти на фронт, а во-вторых, чтобы вы понимали вообще отношение к солдатам в российской армии. Российского военнослужащего, которого держали в яме, привязывали к дереву и не выпускали из самопровозглашенной ЛНР, когда за ним приехала жена. Утром отправили в нелегальный подвал Зайцева, пишет издание Астра. Как рассказывала Астра, 42-летний москвич Илья Андреев числится в военной части 319-85. 8 ноября мужчина написал рапорт с просьбой предоставить ему отпуск, так как ему нужно было заменить фамилию в личных документах. В исковой части в Нарофоминске, Московской области отпуск мужчине одобрили, но командование в самопровозглашенной ЛНР запретило и отправило мужчину в яму. Когда он попытался выбраться из нее, его привязали к дереву, рассказывала Астра, жена военного Яна. 17 ноября она, узнав об издевательствах над мужем, поехала в самопровозглашенную ЛНР. Встретила супруга в Белолуцке, и они отправились на КПП Ровеньки. Там Илью задержали и отправили в военную комендатуру. Утром мужчина связался с женой и сообщил, что его везут в нелегальный подвал в Зайцево. Он утром связался и сказал, что его везут в Зайцево. Это тот самый подвал. Это беспредел, сказала Астра Яна. Зайцево это, собственно, один из подвалов, то есть такая пыточная фактически комната, где держат отказников или тех, кто, по мнению руководства отдельных подразделений, провинился. Поэтому, собственно, те, кто считают, что у российских солдат все замечательно и хорошо, а вообще командование замечательно, и от работы небе лежачего, это не так. Ну, то есть вас могут убить, вас могут расчленить, вам могут стрельнуть в спину свои же. Более того, вас могут отправить на подвал. Это все надо понимать. Это понимают и жены мобилизованных. Именно поэтому в последнее время они довольно активно пытаются навязать российской власти какой-либо протест. Потому что российская власть со своей стороны сказала, что никаких мобилизованных отправлять назад в Россию не будут. И менять их никем тоже не будут. Ну, разве что российские власти не добавили, что забудьте вы о своих мужьях мобилизованных. Ждите гробовых. Собственно, на самом деле, эта проблема для российской власти довольно большая. И, судя по всему, она это понимает. Администрация президента РФ рекомендовала региональным чиновникам гасить деньгами протесты родственников мобилизованных. Об этом сообщает Верстка со ссылкой на свои источники в федеральных и региональных органах власти. Собственно, это ровно та схема, которую я и предполагал, как вы помните в предыдущих несводках, что именно будет власть пытаться делать. Просто дать денег. По словам источников Верстки, в администрации президента такие протесты считают одной из главных проблем начинающейся президентской кампании. В связи с этим в Кремле рекомендовали осуществлять выплаты родственникам мобилизованных максимально, полно, быстро и без волокиты. При этом один из собеседников издания добавил, что во внутриполитическом блоке администрации президента убеждены, что жены зачастую ждут с войны не мужей, а их карточки с зарплатой. В связи с этим, по его словам, региональным властям предложили три варианта работы с недовольным населением. Во-первых, если все проблемы явно решить не получается, то заплатить всем по максимуму денег. Если это не поможет, то обещать разобраться, написать письма в Минобороны. И в-третьих, к хороводу вокруг мобилизованных надо максимально подключить фонды поддержки вроде того, что возглавляет Цивилева. Это жена главы Кузбасса и родственница Владимира Путина описал рекомендации Кремля собеседник Верстки. При этом другой источник издания из дальневосточного федерального округа считает, что решить денежные проблемы не всегда реально из-за того, что документы мобилизованных по пути, конечно же, теряются. Однако насколько это эффективный способ со стороны власти и работает ли он? Да, он работает. Да, действительно, многие жены мобилизованных хотят просто денег. Да, действительно, многих их можно купить. Потому что, знаете, такой ореол вокруг них начинает собираться, что им сочувствуют даже некоторые люди, которые как бы антивоенных взглядов. Что понятно, да, такой вот образ жены, которая борется за мужа, а мужа вообще призвали по мобилизации, не уточняется, правда, что как бы у него было возможно за 3,5 тысячи рублей не ходить, но это ладно. В общем, формируется такой ореол поддержки. Однако надо понимать, что на самом деле, во-первых, эти мобилизованные это убийцы, которых призвали убивать людей в другой стране. Во-вторых, надо понимать, что эти жены не выходят против войны, не выходят против Путина, не выходят против власти. Они выходят для того, чтобы их убийц сменили на других убийц. И глобально у них протеста против войны в Украине нет. Однако, действительно, их протест в том или ином виде это неприятная для российской власти история, потому что бороться с этим протестом открыто, проблематично, так как жены мобилизованных это группа, которая пользуется уважением среди населения. Ну, как и сами мобилизованные. Типа, ты не можешь их просто пнуть кулаком в живот со стороны мента. Это может вызвать сильно негативную реакцию. Однако, ты можешь с ними работать по-другому. Ты можешь их немножко покошмарить, но там, не отправляя в СИЗО, без жести. Главное, не под камеры. Главное, не в информационном пространстве. Ты можешь максимально их ограничить, и ты можешь дать им денег. Как вы помните, в Новосибирске прошел первый митинг жены мобилизованных. Он проходил в закрытом режиме, то есть в ДК Октябрьской революции, где собрались в каком-то количестве жены мобилизованных, и там общались друг с другом. Камер не было, фоток не было, точнее, прямых трансляций оттуда не было, и, значит, всякие каналы туда не допустили. Не то, что там какие-то оппозиционные, независимые издания, а в принципе почти никого. В итоге мероприятие как-то прошло. Эти жены мобилизованных обещали выложить там три часа видео полное, или как минимум там какие-то его части, но все, что они выложили, это 35-минутное видео выступление одной из них с замазанным лицом. Понять масштаб, понять что-то из этого видео фактически невозможно, и дальше они выпустили пост, который дает понять, что этих жен мобилизованных в Новосибирске действительно купили. Что они написали? По стране прокатилась волна негодования, которая вылилась в намерение провести повсеместные митинги в поддержку гражданских прав мобилизованных, как и следовало ожидать. Митинги не были согласованы, и все снова решили сделать вид, что это просто враги, воспользовались эмоциями родственниц, а проблем-то по большому счету никаких нет. У меня оказался тот, кто взял на себя ответственность пойти на диалог, и он состоялся. Это был честный диалог, в процессе которого не надо было подбирать слова из страха нарушить закон. Были эмоции, были слезы, были факты, были требования и ответы на жесткие вопросы. Все требования, выраженные в резолюции, были приняты и на следующий день от имени народа и с поддержкой администрации, переданной в правительство. Нас услышали. Главное не расслабляться, а идти дальше. Работаем по каждому пункту резолюции, отдельно мы, отдельно власть, а вместе. Те, кто не побоялся и пришел в ДК Октябрьской революции, получили адресную помощь, по которой специалисты работают в срочном порядке. Ну, то есть, да, бабки. Их закидали бабками, а кому-то, кому бабок не хватило, а пообещали, что направят в Минобороны. Поэтому, наверное, вот этот новосибирский грант можно вычеркивать из списка проблем российской власти. Хотя черт его знает. Если на эти бабки их в итоге кинут или ничем не помогут, может быть, они снова попробуют что-нибудь сделать и уже выложат какую-нибудь, не знаю, другую запись, другие требования, но уже будет слишком поздно, потому что, как я и говорил, собственно, это все может иметь какой-то эффект и большие проблемы для власти, если это будет как снежный ком разворачиваться. Власть это тоже понимает. Поэтому власть прилагает максимальное количество усилий, чтобы этого не допустить. Есть какое-то количество людей, которые говорят, ой, слушайте, да вот эти протесты женонобилизованных, да забейте на них, ничего не будет, ничего не случится. И да, и нет. Ну, то есть, все зависит от действия российских властей, смогут ли они справиться с этим. Потому что, как раз, российские власти в этом видят большую угрозу, и поэтому прилагают огромное количество усилий для того, чтобы этого не допустить. А то, выльется это во что-то или не выльется, зависит от слишком большого количества факторов. И от действия российских властей, и от действия самих женмобилизованных. Найдутся ли среди них те, кто просто, ну, непродажные, ну, которым недостаточно будет денег, которые действительно хотят вернуть своих, там, мужей с войны или что-нибудь такое. Собственно, это вопросы, которые повисли в воздухе. Если жены мобилизованных консолидируются в какое-то более-менее масштабное движение, то у них есть все шансы вернуть остатки своих мужей. Почему остатки? Ну, потому что часть из них уже поранена, бесконечности, часть погибла, ну, каких-то они вернуть могут. Однако разобщенность, страх и продажность это те три вещи, которые могут им помешать. Будем следить за развитием этой истории, я, по крайней мере, буду точно, потому что, как мы видим, это уже сейчас создает напряженность. Два власти. Более того, новосибирские продажные жены это не единственный пример в том смысле, что есть еще те, кто пока не отказывается от борьбы. Например, близкие мобилизованных из Москвы не сдаются на данном этапе. Вместо митингов женщины начали пытаться организовать культурные так называемые мероприятия. В чем история? Группа родственниц мобилизованных и родственников мобилизованных из Москвы, они, значит, подавали заявки на проведение митингов. В итоге им всем отказали, сославшись на ковидные ограничения. Что они придумали? Новый формат взаимодействия с властями. Женщины подали заявку на концерт ко дню матери. Логика состоит ли заявки заключается в том, что митинги в большинстве регионов запрещают ссылаться на ковидные ограничения. А вот культурно-массовых мероприятий ковидные ограничения не касаются. Вот что пишут админы чата «Путь домой». Это такой телеграм-канал, который агрегирует новости про жены мобилизованных, которые ведут, судя по всему, жены мобилизованных. «Московские девчонки опять нас радуют своей безудержной волей вернуть своих мужчин. Вот уж за такими женщинами, как за каменной стеной. Ваши мужчины могут вами гордиться». Так комментируют эту идею собственно админы этого чата. Кроме того, в Москве жены мобилизованных упретыли еще один шаг. Они подали иск в суд, чтобы согласовать митинг. В общем, пока еще остаются те, кого купить либо не удалось, либо пока не успелось. Поэтому, опять же, продолжаем следить за развитием событий. Продолжается и история со вступлением Украины в Евросоюз и вообще коммуникацию Украины по этому поводу. 21 ноября агентство Bloomberg сообщило, что Европейский Союз предложил план по усилению обязательств стран-членов ЕС в области безопасности перед Украиной. Там подробно расписано, что вообще эти гарантии безопасности будут в себя включать, но что я бы выделил отдельно. Это долгосрочная военная помощь, подготовка украинских сил, сотрудничество в оборонно-промышленной сфере, а также, значит, история связанная с тем, чтобы помочь Украине соблюсти все требования, необходимые для вступления в ЕС. Собственно, эта история имеет свое продолжение, она никуда не делась. Мы ждем, что в декабре будет объявлено об этом уже на официальном уровне. Были разговоры и о том, что все по плану идет, и были разговоры на источниках, что, значит, опять Венгрия и Орбан пытаются этому помешать. И в том числе с такими некоторыми намеками в сторону Венгрии, что если она продолжит вот этим всем заниматься, то, возможно, это будет для нее иметь негативные последствия. В общем, ждем декабря, где об этом будут, собственно, говорить подробнее, где уже расскажут про дорожную карту ближайших действий. Также Евросоюз выделил новый транш макрофинансовой помощи Украине в полтора миллиарда евро. Об этом объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лайн. Она подчеркнула, что сейчас поддержка Украины достигла 85 миллиардов евро. Ее будет больше, говорит она. Более того, она в очередной раз напомнила об этом плане и выделит 50 миллиардов евро для Украины до 2027 года. То есть, история именно про долгосрочную поддержку. Вот эта макрофинансовая помощь Украине, это не на вооружение, то есть, это не военные поставки, насколько я понимаю. Тем не менее, мы вообще, вот в ноябре, знаете, поразительная история. Чем больше обсуждают то, что будет сокращение поддержки Украины, тем больше стран европейских рассказывают о выделении новых пакетов. Ну, например, за этот месяц только Германия выделила, значит, 2 миллиарда, миллиарды 300 и сообщила о том, что на 4 миллиарда увеличат помощь в следующем году. И Нидерланды вот сейчас на Рамштайне сказали, что выделят еще 2 миллиарда. То есть, на самом деле, европейские страны довольно активно поддерживают Украину, анонсируют новые пакеты военной помощи. Ну, и еще в декабре, конечно, мы ждем к Рождеству, обычно говорят католическому, но вообще большая часть христиан празднует именно католическое Рождество, поэтому лучше делить на Рождество и православное Рождество, ну, так, честнее просто будет. Но я немножко предвзят, потому что 25 декабря еще и у меня день рождения. В любом случае, короче, к 25 декабря к моему день рождения, давайте на него опираться, к моему дню рождения, ждем согласование пакета помощи от Соединенных Штатов на 60 миллиардов долларов Украине. Вообще, Рамштайн, который прошел вот вчера, это довольно важное событие. Это когда представители Министерства обороны и министры обороны разных стран антипутинской такой коалиции собираются обсуждают текущие действия. Вот Рамштайн прошел в очередной раз. Там был главком ВСУ Валерий Залужный и там был министр обороны Украины Умеров. Умеров назвал пять ключевых итогов этой встречи, о которых можно, как он сказал, говорить публично. Из 20 стран сформировали новую коалицию наземных средств ПВО, лидеры Германии и Франции. Берлин также обязался предоставить один комплект системы Патриот в ближайшей пакете помощи. Ну, то есть Берлин уже анонсировал пакет помощи, но тогда в нем не было Патриот и сейчас появился Патриот. Это хорошо. Нидерланды подготовили два миллиарда евро на военную помощь Украине. Это тоже хорошо, гигантская сумма, которая пойдет в военную помощь. Также не обошли вниманием и IT-коалицию, которая, значит, должна помогать бороться Украине с IT-угрозами. Там Эстония, как лидер этой IT-коалиции, выделила полмиллиона долларов на деятельность ее в дополнение к обязательствам Люксембурга на 10 миллионов долларов, на 10 миллионов евро, извините. А Британия и Норвегия в рамках морской коалиции будут искать эффективные способы усиления безопасности в Черном море, то есть, судя по всему, помогать там с морскими дронами, с разведкой и со всем остальным. И продолжается работа над дорожной картой взаимозаместимости, чтобы украинская армия соответствовала стандартам НАТО. Вообще, надо сказать, что в нынешней войне, в войне России и Украины, где Россия напала на Украину, идет обновление вооруженных сил Украины в том числе и приведение к стандарту НАТО. То есть, у Украины уже немалое количество западной техники и западных систем вооружения. У них сейчас появится еще Ф-16, то есть, к окончанию войны Украина с военно-технической точки зрения будет готова к тому, чтобы стать частью НАТО. Более того, есть вот там большое обсуждение, а будет ли вообще Украина в НАТО. И, как вы помните, Владимир Путин рассказывал, что он начал вторжение для того, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО и вообще предотвратить расширение НАТО. Ну, эффективность этого решения Владимира Путина мы уже наблюдаем. Финляндия уже в НАТО, а Швеция скоро тоже будет. То есть, количество стран рядом с Россией в НАТО увеличивается. Но, более того, вероятность того, что Украина будет в НАТО тоже увеличилась по двум причинам. Первое, это то, что с военно-технической точки зрения Украина будет готова к вступлению в НАТО из-за техники, из-за западных систем, а второе, из-за умений, которые необходимы украинской армии, потому что многие украинские военные проходят обучение именно в странах НАТО. Поэтому они знают там основополагающие доктрины и правила, которые там существуют. Но вторая причина, и даже главное, НАТО будет очень приветствовать Украину в своих рядах. И даже не из-за близости к России, это вообще наплевать. А из-за того, что Украина это единственная армия в мире, помимо российской, которая имеет боевой опыт в современной войне. Причем лучший опыт, чем Россия, потому что Украина, имея меньшие ресурсы, как военно-технические, так и в принципе меньшие ресурсы, меньшее количество техники и видов техники, дальнобойных ракет, не имея практически флота, имея гораздо меньше авиации, успешно сопротивляется российскому вторжению. Поэтому с точки зрения успешности украинская армия сейчас самая приспособная армия в мире. не с точки зрения количества, не с точки зрения там, я не знаю, циферок на каком-нибудь отчете о потраченных суммах на вооружение, а именно с точки зрения боевого опыта. Поэтому, конечно, НАТО будет заинтересована в том, чтобы самая боеспособная армия мира входила в альянс как с точки зрения эффективной защиты и противодействия угрозам, так и с точки зрения обучения других военных внутри блока НАТО тактикам современной войны и перестройки самой структуры НАТО, потому что, например, в этой войне Украина и Россия стало очевидно, что дроны это все, ну, малоавиация, это необходимый элемент современной войны и с точки зрения разведки, и с точки зрения нанесения ударов FPV дронами, что все это нужно формировать в отдельные новые подразделения, всему этому нужно отдельно обучать, на это нужно делать акцентов, НАТО пока всего этого нет, чтобы вы понимали. Да, то есть США там давно используют ударные дроны, но немножко другие, немножко по-другому, совершенно несравнимы с тем, что мы видим в этой войне. И поэтому, безусловно, НАТО, у НАТО будет потребность в Украине просто для того, чтобы привести свою армию к современным стандартам, стандартам современной войны и отвечать на существующие угрозы. Поэтому у меня нет никаких сомнений, что Украина вступит в НАТО после окончания войны и, собственно, интеграция в этом направлении, ну, то есть, вот обеспечение технической части этого решения это важное продвижение вперед и, собственно, Путин это тот человек, который помогает Украине это делать, как бы это ни звучало кощунственно, да, если мы эмоции убираем, то Владимир Путин сильно приблизил Украину к НАТО, как он и буквально заставил Финляндию присоединиться к НАТО и заставил Швецию. Собственно, в Рамштайне, в заседании Рамштайна впервые участвовал главкомысел Залужный, он рассказал на Фейсбуке, что участвовал в этом Рамштайне, и что подробно информировал партнеров о ситуации на поле боя, отметил, что ситуация на фронте сложная, но контролируемая, вооруженные силы Украины продолжают вести оборонно-наступательные операции, сообщили, говорит Залужный на этом мероприятие, о действиях россиян, угрозах и их вероятных планах на ближайшее время. Выразили благодарность партнерам за работу коалиции потенциала, которая значительно укрепляет наши позиции и возможности. Объявленные пакеты помощи укрепляют украинскую систему ПВО, артиллерию, рэп и другие важные составляющие. Вместе мы сможем победить, сказал Залужный. И в этом он безусловно прав, но главное здесь, что вместе, чем быстрее поймут это страны с коалицией, чем быстрее это поймут, в том числе их избиратели, тем проще будет. И знаете, напоследок я бы хотел вот какую тему поднять. Довольно часто в российской пропаганде среди российских официальных лиц, вплоть до Владимира Путина, распространяют тезис о том, что вот Украина хоть побирается, что вот Россия, смотрите, мощная, могучая, сама все производит, снаряды, беспилотники, танки, все сама, сама все производит. Значит, а Украина полностью зависима от западных партнеров. Вот какая она, значит, херовая, как именно это обосновывает в глазах российских пропагандистов хоть что-то я не до конца понимаю, но тем не менее, давайте разберем этот тезис. С одной стороны, мы, конечно, понимаем, что на начало вторжения Россия и Украина просто несравнимные страны. Ни по населению, ни по размеру экономики, ни по размеру армии, и в том числе техники. У России гораздо больше танков, самолетов, БМП, БТР, артиллерийских стволов и всего на свете. Ну, то есть, буквально Россия в несколько раз больше по всем параметрам, нежели Украина. Однако, несмотря на это, Россия не смогла получить ну, какого-то серьезного преимущества, точнее, не смогла реализовать его она не смогла захватить Киев, хотя все западные аналитики и политики были уверены, что это обязательно произойдет. Причем, на момент начала полномасштабного российского вторжения ни о каких Хаймарсах, Ф-16, Леопардах речи вообще не шло. Украина защищалась тем, что было. Можете посмотреть ролик «Битва за Киев». Я вообще думаю, что это один из самых удачных роликов, который был на моем канале. Хоть там есть и довольно дебильные орфографические ошибки, потому что монтажер несколько спешил. Тем не менее, посмотрите, и вы вспомните, что в начале вторжения у Украины еще не было никаких западных систем вооружения в необходимом количестве и вообще в каком-либо значимом. Второй момент. А, естественно, дальше запад начал помогать. Медленно, безумно медленно. Вспомните Германию. Германия, которая сейчас является одним из локомотивов помощи, несмотря на то, что все еще не хочет передавать ракеты «Таурус», тогда говорила, что даже нелетальное не вооружение, а снаряжение было большой проблемой. Даже каски с трудом они отправляли в Украину. Было много проблем, но, тем не менее, запад их постепенно решал, хоть и медленнее, чем хотелось бы, и передавал Украине вооружение. Будем надеяться, что дальше будет лишь ускорять этот процесс и наращивать количество номенклатуры вооружения, которое будет поставляться. Потому что, если бы все, что Запад поставил до данного момента, было поставлено бы в первый год войны, то и войны бы уже никакой не было. Однако, почему я хочу поговорить про этот тезис? А потому что Россия тоже зависима от других стран. Несмотря на то, что она такая большая, несмотря на то, что она сама напала, несмотря на то, что на территории России существуют практически все на свете ресурсы. Собственно, единственная причина, почему Россия и до этого СССР, и до этого Российская империя вообще занимают хоть какое-то место в всемирной экономике и вообще имеют экономику хоть какую-то свою, это потому что в России, ну вот на ее территории, есть практически все. Газ, нефть, лес, алмазы, что хочешь вообще есть. Ну, это не заслуга России. Они там просто в земле были. Понимаете? Поэтому говорить о том, что это какая-то большая заслуга Владимира Путина или российского руководства как минимум странно. Наоборот, имея все эти ресурсы, Россия могла бы сейчас быть там в топ-3 экономике мира, быть процветающей страной, которая навязывала бы конкуренцию экономикой, а не войной, и осуществляла бы, да, экспансию, потому что и Китай, и Америка осуществляют экономическую экспансию, и Россия могла бы быть вот в тройке этих стран, соревноваться в культуре, соревноваться в экономике, соревноваться в уровне жизни, и не пришлось бы унизительно рассказывать про российским экономистам, что а что это вы нас с Европой сравните? Давайте сравнивать нас там с Лаосом, давайте сравнивать нас с развивающимся экономикой. Мы не пришлось рассказывать, что россияне недостойны жить так, как европейцы, а они бы вполне могли рассказывать о там процветающей экономике и всем остальным. Но, к сожалению, Россия выбрала другой путь и других политиков, которые держат население в нищете, и это является частью продуманной стратегии, потому что нищими людьми управлять гораздо проще. Поэтому, несмотря на триллионы нефтедолларов, которые Запад платил Владимиру Путину, дворцы, яхты и все прочее появились у окружения Путина, а большая часть России живет в нищете. Очень часто россияне любят рассказывать, ну, вот эти вот пропагандисты, что, ой, да ничего мы не в нищете, посмотрите на Москву. Москва большой город, но не единственный в России. Большая часть россиян живет по меркам вообще, ну, я не знаю, любого человека в очень большой бедности. Даже по меркам самой России нищих там 15, по-моему, миллионов, если я правильно помню. Это как еще одна Москва, но только планка для этих нищих, она очень и очень низка. И в этом контексте надо не забывать, что в России там 30 миллионов, которые живут с дыркой в земле вместо туалета. То есть у них просто нет канализации. Если вы посмотрите за проделы Москвы, это просто бесконечная бедность и безнатега. Так называемый замкат. Я там много поездил, поэтому я хорошо знаю, как живет Россия. Но суть не в этом. Суть в том, что даже вот эта Россия, которая имеет ресурсы бесконечные, которая не тратилась на рост уровня жизни населения, даже у нее большие проблемы с вооружениями. И поэтому Россия вынуждена обращаться не к Западу, да, но к северной Балинкаре и Ирану. То есть представьте, насколько невероятно величие суверенитета и оборонная промышленность России, что за снарядами Россия приползает к Северной Корее, обещая ей собственные технологии, которые потом будут использоваться Северной Корее для того, чтобы еще больше угрозы предоставлять миру. Представлять миру и предоставлять в принципе тоже. Россия, которая ползет к Ирану, к стране, которая 70 лет под санкциями, но несмотря на это научилась делать эффективные дроны Камикадзе в промышленных объемах, а не находящаяся до недавнего времени под большим, под настолько большим количеством санкций. Богатейшая Россия с огромным количеством населения, огромным количеством ресурсов не научилась. Пилила бабки. Хорошо, что пилила бабки, хотя если бы была коррупция, то и Россия, не было бы точнее коррупции, то и Россия была бы совсем другая, никакой войны бы не было. Но это уже другой разговор. Короче, вот все эти рассказы про то, что есть Украина, которая зависит от Запада, разбивается о том, что есть Россия, которая зависит от Ирана и Северной Кореи. И согласитесь, зависеть от Запада звучит не так безумно, как зависеть от Северной Кореи. О чем я говорю? Ну, например, вот Институт изучения войны рассказывает про то, что происходит во взаимоотношениях России с Ираном и с поставками. Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 ноября рассказал, что Иран поставляет России планирующие бомбы, и что Иран возможно готовится передать России баллистические ракеты малой дальности. Институт изучения войны наблюдает, как российские войска все чаще используют планирующие бомбы на лиманском и херсонском направлениях. Неясно, пишет Институт изучения войны, имел ли Кирби в виду, что Иран поставляет Россию компоненты планирующих бомб или полностью построенные планирующие бомбы. Проект критические угрозы Институт изучения войны, ну там у них есть сайт проекта, типа кризисные угрозы при участии Института изучения войны или это их сайт проект, сообщил 14 еще августа, что Иран производит внутри страны различные планирующие бомбы, такие как Гем, Ясин и Садид, а также Балабан. Иран обычно использует эти бомбы со своими различными беспилотными платформами, включая вероятно беспилотники Шахет-131-136, которые Иран поставляет в Россию. Один из российских блогеров ранее распространил заявление о том, что российские самолеты Су-25 могут быть совместимы с иранскими планирующими бомбами. Иран представил несколько валерантов планирующих бомб на форуме Армия России 2023 в Москве в августе 2023 года и возможно во время визита министра обороны России Сергея Шайгу в Тегеран в сентябре 2023. Кирби добавил, что Иран также продолжает поставлять России дроны и артиллерийские боеприпасы. Заместитель начальника главного управления военной разведки Украины генерал-майор Вадим Скибицкий заявил 6 ноября, что Иран может продолжать отправлять небольшие партии беспилотников Шахет-131-136 в Россию, несмотря на усиление российских усилий по производству беспилотников Шахет внутри страны и выполнение Ираном своего первого контракта на поставку Шахет с Россией. Ну, то есть Россия буквально иранской технологии, то есть они вот эти герани, да, которые они производят там в Алабуге, это Шахеды переделанные, то есть Россия как бы Россия берет у Ирана технологии, это что, величие, суверенитет, и от поставок зависит, как северокорейских, так и иранских по артиллерийским боеприпасам. То есть артиллерийский боеприпас не бином, не тон, но более того, для производства артиллерийских боеприпасов России даже санкции никакие не мешают, потому что все, что для них необходимо, есть в самой России. Но нет, Россия зависима от Северной Кореи и от Ирана. Не говоря уже о том, что на самом деле Россия еще и зависима от Запада, потому что то, что Украина зависит от Запада, делает и Россию зависимой от Запада. Потому что если Запад поставит Украине все необходимое, то это ударит по России. В итоге Россия выступает в роли такого реактивного актора. Если раньше она была инициатором, то сейчас она вынуждена реагировать на сильные действия. Именно поэтому Россия молится на то, чтобы Запад перестал помогать Украине. Вдумайтесь, исход войны и судьба Владимира Путина зависит от того, смогут ли трамписты в Конгрессе заблокировать пакет помощи Украине. Вот насколько великий геостротег и суверенная гигантская Россия. Это я еще про Китай не рассказываю, отдельная вообще тема. Сузереном которого Россия очень активно становится. Так что вот эти все рассказы, что Украина от всех зависит, а Россия ни от кого не зависит, и это как бы оставьте вот эту лапшу на ушах у пропагандистов, которые пытаются вам ее повесить. Современный мир, современная война предполагает, собственно, поиск союзников и взаимодействие с ними. Другой вопрос, у кого какие союзники, и как бы еще что называется на табло. И, конечно, собственно, авторитарные страны, они пытаются кучковаться, потому что им выгодно распространение хаоса как Ирану, так и Северной Кореи. Китаю еще не очень выгодно, поэтому он как бы и не туда, и не сюда. Вроде как селитру поставляет, а вроде как и не поставляет, черт его знает. Ну, а Китай, надо говорить отдельно, там очень длинная и подробная история. Но никакой автономности, независимости и полного самообеспечения у России в помине нет. Поэтому, даже если был, кстати, я не очень понимаю, в чем здесь прикол. Ну, то есть, типа, чем гордиться, что ты как бы сам все производишь, а зачем, если в современном мире это не особо надо. Ну, как бы, неважно. В любом случае, это вымысел, который, ну, не является действительностью, а Россия тоже с протянутой рукой, только перед Северной Кореей и перед Ираном. Еще и давая им опасные технологии, которые могут повысить угрозы вообще для всего земного шара. Во! Класс! Ну, а с вами был Майкл Найки, и до скорых встреч, всего доброго! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok